Сейчас я поэтапно вам показываю все приемы, которые надо делать для массажа, профилактики целлюлита. Начинайте с приемов поглаживания. Делайте сначала по внутренней стороне, затем по внешней стороне. И помните, этот прием делается очень мягко. Именно этот прием ускоряет ток лимбы, который на самом деле без физической активности, без массажа движется очень медленно. Делайте его так, чтобы складка не сдвигалась. Следующий прием более интенсивный, это приемы растирания. В частности, вот этот прием пересекания или пиления. Между руками у вас должно быть примерно 8-10 см. Этот прием, который может сдвигать складку кожи. Но все же, опять-таки, во-первых, видите подколенная ямка, я на нее не захожу и вы не заходите. Вот таким образом можно также перевернуть руки. И как бы пространство между большим и указательным пальцем также можно сделать этот прием. Кому удобно. Теперь, при массаже подобном, профилактическом антицеллюлитном массаже, обрабатывается только ближняя сторона, не дальняя. Вам дальнюю будет неудобно обрабатывать. При обычном лечебном массаже обрабатывается дальняя сторона. Вот такое встречное пересекание или плоскостное растирание. Все эти приемы очень интенсивные. Они должны разогреть ткань. Они требуют больших усилий от массажиста. Вот такой вот еще прием пересекания. Значит, тут складка может сдвигаться, кожа может сдвигаться немножко. И заканчивайте его также поглаживанием. Перед тем, как переходите к приемам разминания. Разминание, ну, наверное, это самые важные приемы массажа. В частности, это делается щипцеобразное разминание. Очень такой хороший прием. Значит, как видите, захватываете не только кожу и клетчатку подкожировую, а также захватываете и мышцы. Но помните, значит, чтобы пациент при этом не чувствовал никакого дискомфорта. В итоге это ошибочное мнение, что массаж, профилактический антицеллюлитный массаж должен быть невероятно жесткий. Чтобы там прям аж сосуды поразрывались. Это глубочайшее заблуждение, уверяю вас. Массаж это должен быть приятным, нормальным. Если вы в процессе массажа видите гиперемию или те, кто не понимает, это покраснение поверхности, то, в принципе, вы его делаете правильно. Где-то с середины разминания можете добавить немножко масла. Это снизит само трение, потому что бывает такая кожа, что вы можете просто кожу скалифицировать. Как бы сделать такую ссадину. Это очень крайне нежелательно. Это говорит о том, что массажист неопытный. Поэтому добавьте какого-то масла. Можете, в принципе, взять там практически любое масло для массажа. Там их целый спектр существует. Вот разминание такое тыльной поверхностью или гипотенером, так называемое. И помните, внутренняя сторона бедра достаточно чувствительная. Поэтому не прикладывайте огромного усилия. И также заканчивайте прием поглаживанием. Сначала внутреннее поглаживание, затем наружное поглаживание. И также такое вот есть обхватывающее поглаживание. Наружная сторона поглаживания, внутренняя сторона чередуете. Единственное, можно его делать чуть-чуть медленнее. Теперь делается прием вибрации. Это так называемый прием рубления. Вот я показываю зону, где это надо делать. Значит, не заходите выше и не опускайтесь ниже. Почему? Потому что вы должны подвергать этому воздействию зоны, где нету лимфатических узлов. И также нету суставов. То есть прием непосредственного воздействия на мышечную сферу. Также после этого приема, значит, прием где-то должен быть порядка 5 минут. После этого приема также выполняйте поглаживание. Единственное, что я здесь сделаю небольшую ошибку. Поглаживание можно делать значительно медленнее. Я немножечко спешу. Ну так, так уже поторопился. После поглаживания можете сделать еще такой прием. Он очень приятный. Вот такая вот вибрация одной рукой. То есть вы просто не захватываете мышцу, слегка ее придавливаете и начинаете двигать рукой в разные стороны. И таким образом мышца эта сотрясается. Также после этого приема производите приемы поглаживания. В принципе, вот это обхватывающее поглаживание. В принципе, эти приемы достаточно простые. И лучше, конечно, если вы обратитесь к профессиональному массажисту или массажистке. Ну, если нет, значит, можете смотреть это видео и делать эти приемы сами. Всего доброго. До свидания. Мы еще увидим.